Добрый вечер, друзья! Сегодня мы поговорим о виски-бокалах, о бокалах, которые предназначены для виски. У нас на сравнении будет два бокала. Это классический бокал испокон веков, которым пьют виски. И тулип. Бокал в форме тюльпана. Дегустационный бокал. Я не люблю глинкер. Он похож на тулип. И я объясню, почему я не люблю глинкер. Значит, этот бокал, это бокал ручной работы, специально для дегустации виски. Созданный. Значит, вот так вот он выглядит вживую. Специально есть крышечка, которая закрывает, чтобы у вас не уходили никакие запахи. Давайте поговорим о тулипе. У тулипа есть ножка, благодаря которой, когда вы держите ее, запахи с вашей руки не попадают в бокал и вы не чувствуете никаких сторонних запахов. Дальше. Благодаря этой же ножке вы не нагреваете виски, когда держите его. Потому что, когда вы используете глинкер, я не знаю, как вы его так держите, чтобы не нагреть виски. У меня получается, что я его беру каким-то вот таким образом или таким образом и нагреваю виски. Но это неправильно абсолютно. Значит, благодаря тюльпанообразной форме вы прекрасно ощущаете аромат. Поговорим о классическом бокале. Классический бокал имеет тоже тяжелое основание, благодаря которому виски не нагревается, когда вы его держите. Классический бокал намного удобнее держать в руке. Вот это виски и бокал, я уже показывал. Он трапециевидной формы, он тоже сужается и вы прекрасно можете вдыхать. Теперь давайте поговорим, для чего все-таки разрабатывались вот такие бокалы, как тулипка, глинкер. Я считаю, что основная цель разработки глинкер и тулип бокалов, это экономия при разливе виски на дегустациях и на рекламных акциях. Я вам сейчас покажу разницу, и вы все поймете. В бокале 40 грамм, мы наливаем 40 грамм, и вы видите, уже в тулипе больше, чем надо. Ну, сейчас воды, но должно быть виски. А как раз в классическом бокале это даже и немного, это так сказать. То есть, для тулипа, для тулипа хватит и 20 грамм примерно. Для того, чтобы вы увидели цвет, вдохнули аромат, примерно, ну, примерно где-то, ну, пускай даже. Чуть-чуть отольем, вот, примерно 20 грамм. Смотрите, прекрасно, вам хватает 20 грамм, если мы поставим таких 5-6 тулипов на большой дегустации. Давайте посмотрим, что такое будут эти 20 грамм в классическом бокале. Вы представляете, как это будет смотреться на дегустации, если он по дну будет равномерно по дну размазан? Вы даже особо цвет не сможете определить, если там будет в оттенках идти речь. Поэтому основная цель разработки таких бокалов, это, конечно, экономия виски при дегустациях. Потому что, представьте, вот, к примеру, 50 тысяч дегустаций в год, 100 тысяч дегустаций в год. В классические бокалы надо налить 50 грамм, в тулип 20. Известный сомерие, Ричард Паттерсон, что говорит об этих бокалах? Он говорит, что для дегустации, конечно, вы используете тулип. Но если вы хотите пойти с друзьями, расслабиться и насладиться, просто даже насладиться виски, вы используете классические бокалы. В наших, в моих сравнениях, я использую классические бокалы, потому что к вам придут друзья, и вы вряд ли нальете друзьям в тулипы виски. Вы сядете с друзьями с классическими бокалами и будете наслаждаться виски. Поэтому в сравнениях используются только классические бокалы. Для того, чтобы максимально реалистично передать вам вкус, запах и послевкусие, которое у вас будет, когда вы откроете бутылку и нальете себе или нальете себе и друзьям, поэтому я использую классические бокалы. Хорошего вечера, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.